Всем привет! Меня зовут Катя и сегодня я расскажу об ошибке Nolex C50A7B. В первую очередь сообщение об ошибке Nolex C50A7B говорит о том, что возникли проблемы с файлами DLL, с помощью которых работает наш компьютер, но это не всегда так. Ошибка может возникнуть при запуске приложения из-за неправильно выключенного компьютера или повреждения вирусами, или прерывания установки обновления операционной системы. Я покажу вам способы решения этой проблемы. Это не пошаговая инструкция, это ряд отдельных способов, один из которых поможет устранить ошибку. Способ номер один – присвоение прав администратора. Присвойте себе права администратора. Возможно, вы не можете запустить игру, потому что у вас нет прав. Шансов, что мы исправим ошибку, очень мало, но для того, чтобы выполнять последующие способы, вам необходимы полные права администратора. Для этого заходим в поиск, находим панель управления, выбираем «Учетные записи пользователей», «Управление другой учетной записи» и выбираем учетную запись, которую будем использовать. Далее выбираем изменение типа учетной записи. Ставим галочку возле администратора, нажимаем «Изменение типа учетной записи». И вот мы присвоили полные права администратора учетной записи, которые будем использовать. Способ номер два – переустановка драйвера видеокарты. Необходимо обновить драйвера видеокарты. Скорее всего, они слетели, их нужно переустановить. Для этого нужно скачать драйвера с официального сайта или выполнить установку с компакт-диска, который шел в комплекте. После установки и перезагрузки компьютера ошибка должна исчезнуть. Для того, чтобы посмотреть, какой драйвер установлен у вас, заходим в поиск, вводим DXDIG, нажимаем «Экран» и смотрим изготовителя и модель драйвера. Все необходимые ссылки для скачивания драйвера вы можете найти на нашем сайте. Адрес нашего сайта находится под видео. Способ номер три – переустановка DirectX, Microsoft Visual C++ и Microsoft.NET Framework. Если переустановка видеодрайверов вам не помогла, попробуйте переустановить DirectX официального сайта Microsoft. Это также поможет устранить ошибку. Еще одной из возможных причин возникновения ошибки могут быть поврежденные файлы Microsoft Visual C++ и Microsoft.NET Framework. Переустановка этих приложений помогут решить эту проблему. Все необходимые ссылки для переустановки этих приложений вы можете найти на нашем сайте. Возьмем, к примеру, Microsoft Visual C++. Переходим на официальный сайт. И здесь вы можете найти пошаговую инструкцию по установке. Способ номер четыре – восстановление системы до момента, когда ошибки еще не было. Также вы можете отменить последние изменения, внесенные на ваш компьютер. Вспомните, какую последнюю программу вы устанавливали. Иногда конфиг программ может вызвать сообщение об ошибке. Нужно удалить последнюю установившуюся программу, и после перезагрузки компьютера ошибка должна исчезнуть. Если вы не помните, какую программу вы последний раз устанавливали, в таком случае восстановите систему до момента, когда ошибки еще не было. Для этого необходимо зайти в поиск, найти конфигурацию системы, выбрать сервис, восстановление системы – ОК. Способ номер пять – исправление ошибок в реестре. Реестр – это большая база данных, которые используются для хранения важных настройок и опций, чтобы компьютер работал надлежащим образом. Хотя реестр – очень важная часть компьютера, ее можно легко повредить, удалив программу и файл из компьютера. Для правильной работы программа будет добавлять большое количество важных параметров внутрь реестра. И если что-то пойдет не так, сообщение об ошибке будет появляться снова и снова. Таким образом, необходимо использовать программу для исправления ошибок в реестре. Я буду использовать программу Seclea. Эту программу вы можете скачать с нашего сайта. Ссылка на страницу находится под видео. Так, нажимаем «Анализ». И нажимаем «Очистка». ОК. И закрываем. Способ номер 6. Антивирусная программа. Убедите, что ваш компьютер надежно защищен от вирусов, то есть установлена антивирусная программа. Если вирус атаковал жесткий диск, то могут потеряться системные файлы, а это может послужить возникновению ошибки 0xC507b. Если у вас нет антивируса и установлен Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1, необходимо скачать и установить антивирус. Рекомендуемые нами антивирусы – это Касперский, Avira и Dr.B. Рассмотрим на примере Касперского, поскольку он надежный и имеет хорошую вирусную базу. Касперский можно использовать 30 дней бесплатно. За этот промежуток времени вы можете устранить все возникшие проблемы. Для того, чтобы скачать антивирус Касперский, нажимаем на ссылку. Нажимаем «Скачать». Далее нажимаем «Установить». Так, что это просматриваем. Принять. Так. Сейчас информационно не договоримся. Угу. Принять. Да. И нажимаем «Завершить». Нажимаем «Обновление», обновляем вирусные базы. «Обновить». Вы обновляете до конца. И останавливаем. Затем нажимаем «Проверку». «Запустить проверку». Также ожидайте, когда до конца полностью проверить на наличие вируса. Я остановлю. Если у вас установлен Windows 10, то антивирусная программа от Microsoft у вас установлена по умолчанию. И для того, чтобы ее запустить, необходимо зайти в «Поиск», найти «Защитник Windows» и нажать «Проверить сейчас». Способ номер семь. Переустановить игру. Если ошибка возникает при запуске одной из установленных игр, и эта игра скачана из неофициального источника, попробуйте скачать другую версию игры. Очень часто такая ошибка возникает из-за некачественного кряка. Скачайте другой релиз, а лучше купите официальную версию. Способ номер восемь. Переустановка Windows. Следующая причина заключается в так называемой сборке Windows. Переустановите Windows, используя другую сборку, а лучше воспользуйтесь чистой операционной системой. Если вы получили сообщение об ошибке Nolix C507B на экране вашего компьютера, не спешите нести компьютер в ремонт. Выполните вышеуказанные способы, и вы с большой долей вероятности сможете решить проблему самостоятельно. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, пока!